Вот сейчас, как мы выходим практически на финишную прямую, можно поговорить про итоги. В том числе можно рассказать и о финансовых успехах, если они есть, по сбору средств, пожертвованию участников. Да, мы говорим сегодня о предварительных итогах, то есть окончательные итоги будут подведены Оргкомитетом. Там же будет и распределение средств на заседание Оргкомитета для того, чтобы наши зрители понимали, что деньги собираются фондом, но фонд единолично не распределяет их, а распределяется все на заседание Оргкомитета, протокол оформляется. Тогда просится вопрос, кто в Оргкомитете состоит? Оргкомитет — это члены правительства Новгородской области, я уже сказала, что возглавляют губернатор, это общественные организации. Это, да, в основном это общественные организации, которые ведут деятельность в отношении разных категорий граждан. То есть мы в этом году говорим о детях и о неполных семьях, но марафон проводится и в отношении инвалидов, и в отношении ветеранов. То есть есть представитель, руководитель и ветеранской организации областной, и совета ветеранов, есть руководитель общества инвалидов. Есть уполномоченные. Деньги под надежным контролем, они не будут, никто их, как говорится, как у нас говорят, не попилит, они будут направлены на те нужды, на которые заявлялись изначально. Заявлялись, да. И у нас на сегодняшний день 44 семьи находятся в фонде и ожидают помощь. Часть этих семей уже получила помощь в ходе марафона, а часть еще получит... Это та помощь, о которой я говорила, что предоставляется адресно. То есть если боготворитель выбрал семью, то никакой оргкомитет уже отношения к этой семье не имеет. Оргкомитет распределяет те средства, которые поступили в общую кассу марафона, в общую копилку марафона. И 44 семьи на сегодняшний день ожидают такую помощь. И этих средств достаточно, чтобы все семьи получили помощь в полном объеме. То есть если это лечение ребенка на 120 тысяч, то мамочка получит не 50 тысяч, не 60, а 120. Если это мебель в комнату ребенка или компьютер для дистанционного обучения, то это будет тот компьютер, который нужен. Он будет новый и приобретен именно под ту ситуацию для того ребенка, который его ждет. А если в пределах области говорить, мы же говорим, что марафон – это областная акция, то уже более тысячи семей такую помощь получили. Собрано 57 миллионов рублей, в том числе и натуральная помощь. За этот марафон? За этот марафон, да. 57 миллионов рублей? Я не оговорилась, но мы говорим о помощи в натуральном виде, то есть помощи подарками, билетами, мероприятиями, помощь, кто-то нуждался в ремонте дома, и эта помощь оказана стройматериалами, кому-то нужны просто дрова. И это вот в пересчете… Это бытовые нужды, и то, которые необходимы. Это 57 миллионов рублей.